Дома, в офисе, за городом. Место совсем не имеет значения. Программа «Утро России Иркутск» радует всех телезрителей, проживающих в Прибайкале. В Новый год вступили с новыми силами и зарядом положительных эмоций. Готовьтесь к знакомству с интересными личностями, любопытным темам и актуальным сюжетом. Надеемся, что ваш настрой не менее легкий и позитивный. Просыпайтесь в этот вторник вместе с нами. Если вам кажется, что вы ничего не успеваете, то поверьте, вам действительно кажется. Учитель начальных классов, мама четверых детей, мастер по зефирной флористике Анна Глебова отлично совмещает работу, материнство и свое любимое хобби. Кстати, последняя уже давно превратилась в основной источник постоянного дохода и подарила порцию славы в популярном телешоу гуру-кондитера Рината Акзамова. И все это наши таланты из Сибири. Итак, знакомьтесь, нам не терпится пообщаться с Анной. Доброе утро. Доброе утро. Всем здравствуйте. Можно ли сказать, что зефир в корне поменял твою жизнь и с него именно начались приятные изменения? Да, можно об этом сказать, потому что сейчас, на данный момент, зефирная флористика – это вообще дело моей жизни. Я каждый день об этом думаю, я каждый день что-то творю, создаю. В общем, это всецело владело моей жизнью и моим делом. Удалось ли, может быть, воплотить мечты в реальность с помощью зефира? Да, очень много мечт было, особенно, когда дети пошли один за одним. То есть у нас трое мальчиков и девочка, и тоже какие-то были желания, мы в чем-то себя ущемляли. С зарплатой учителя, конечно, многое было невозможно, тем более я хотела восстановиться в школу. Но мне сказали, что на тот момент, в 2017 году, 12 тысяч рублей зарплата, потому что у меня уже категория как бы просрочилась. И все, и я вот начала думать, что мне такое привлекает, и, естественно, кондитерка. Меня потолкнула еще мама, она очень любит нижний унинский зефир, и как к ней я не приезжала в гости, у нее всегда этот зефир. И как-то она промолвила фразу, что взяла бы, да и сама как бы сделать эту торт, ты как бы печешь, вот возьми и зефир сделай. Это с легкой подачей мамы. Ну да, да, вот она как бы меня поддержала это тоже. Я мужу тоже сказала, поддержала, он мне миксер купил. В общем, и я вот так начала экспериментировать. Естественно, в 2017 году мало было вообще информации, каких-то рецептов. Полезла в старые книги, все начала вот это изучать, кондитерку прям с нуля. И экспериментировать, выводить какие-то свои рецепты. Ань, а вот зефир как материал, насколько приятный в работе, может быть, сложный? На самом деле, очень просто, потому что меня это и сподвигло. Первый ребенок, когда родился, у нас сгорает дом. И мы, естественно, как молодая семья, мы набрали все в кредит. То есть там был телевизор, там вплоть до пылесоса. Это все сгорело. И мы остались, в общем, с кредитами. И кредита было около миллиона рублей. Мы не знали, что делать. Естественно, муж, он на железодороге работает. Я видела, что ему не хватает. Он приходил, он начинал таксовать. В общем, я его не видела вообще дома. И он таксовать мог. Целый день приезжал, там, 3000 рублей заработал. Мы только могли памперсы купить. И у меня молока не хватало на этом фоне. Смеси были все дорогие. В общем, все только вот и уходило. И, естественно, я вот как-то вот начала задумываться уже о своем каком-то деле. И один раз женщина сказала, а вы можете цветочек сделать из зефира? И вот я тут вот задумалась, начала смотреть. У меня попались разные корейские девушки, которые делают из крема там разные цветы. Да, вот кто был в Корее, они видели, да, вот эти вот цветочные торты. И вот я начала смотреть, вдохновляться. Появились любимые педагоги тоже из Кореи. И вот так вот потихоньку-потихоньку у меня получилась роза. И я стала продавать розы. И мы сейчас уже категория VIP. И сейчас вот делаем от 5-10 тысяч за композицию. То есть берем. У меня возник вопрос, нужно ли обладать какими-то выдающимися художественными способностями для того, чтобы работать со сладостями? Не, на самом деле здесь только тренировка. Конечно, первый цветок, он получится такой корявый, косой. Как первый блин. Да, будет на капусту похож. Но, естественно, да, не бывает все сразу же. Это все тренировка, тренировка. Даже какие-то цветы, вот, мне самые сложные тоже не даются с первого раза. Бывает, я месяц тренируюсь. Некоторые цветы я тренировалась 3 месяца. Просто каждый день. Кто был инициатором того, чтобы ты полетела на шоу в Москву? Ну, на самом деле, мне написала девушка. Она говорит, от вас много не надо, запишите видео. Кто вы такая, что вы делаете и почему вы любите эту зефирную флористику? Я эти букеты поставила, записала видео и отправила. Мне сказали, с вами свяжутся через 2-3 месяца. Потом я уже и забыла это все. И мне вот позвонили, сказали, все, вас точно выбрали. Вам нельзя болеть, ничего, да. Нельзя болеть, нельзя дышать, нельзя никуда отлучаться. Да, никуда уезжать, ничего планировать. В общем, мы вас ждем в июне. Вот, меня пригласили на передачу. А что ты продемонстрировала в первом и втором туре? Мне попался, получается, букет свадебный. Но сложность была в том, что зефирная флористика – это новое направление. Он же зефир, он такой пухленький, да, он нежный, воздушный. И я не знала, как это сделать. Если, например, в шоколадной флористике они знают уже, как это все крепить, то здесь это новое. Он сказал, надо было это каскадно, чтобы это все свисало. Ну, в общем, нам предоставили, что как бы могли, и вот приходилось из этого всего творить. А второй тур? Второй тур у нас, получается, была тема «Венецианский стиль». Сказали четко придерживаться этого. Ну, и «Венецианский стиль» – это когда там большие корабли, да, вот это все такое большое. Естественно, я вот и размахнулась. Я очень много уделяла внимания именно своим цветам, композициям. Но, как выяснилось потом, Ренату все понравилось, он был в восторге. Он очень много комментировал, давал мне советы разные. Что-то даже не вошло в кадр. По вкусу, по всему я это тоже все учила. Но что пошло не так? Потому что мы знаем, что вы были близки к победе. А на самом деле мне не хватило времени. Ренат уделяет внимание на вкус. Но вот такой интересный, необычный опыт. Это сподвигло вас на какие-то более глобальные цели? Может быть, какие-то идеи зародились в голове? Я приехала, я полностью перезаписала, полностью все. У нас совершенно новый курс. И действительно, то есть мы стремимся вперед. У нас современные букеты. И хотим, чтобы в каждом городе появлялись эфирные мастерицы, которые были лучшими мастерицами в своем городе. А как долго вы шли к тому, чтобы открыть свою академию? Только все это вот началось в 2017 году. Я начала делать на заказ. И, естественно, появились люди, которые стали мне писать в личные сообщения, что научите меня, тоже так же хочу. Ко мне приехали из другого города девушки. Потом стали прилетать из Якутска тоже. И так постепенно муж, на самом деле, видел, что я очень сильно устаю. Я и делала на заказы. Я и проводила групповые мастер-классы, индивидуальные мастер-классы. Потом нас пригласили в Читу. Мы там провели большой групповой мастер-класс, тоже обучали. И он сказал, ну, так не наездишься. У нас на тот момент трое было детей. И говорит, вот если мы о дочке мечтали, сейчас еще и забеременеешь. Вообще, как бы, это дальше не пойдет. Положился тандем. Мы сейчас, это как семейный у нас бизнес. Он полностью занимается всем продвижением. То есть все. А я вот чисто творю. А какой у тебя самый любимый вкус? Самый вкус любимый, я тоже Ренату его привозила. Это черная смородина. У нас тоже здесь есть черная смородина. Это такой более сиреневый, фиолетовый цвет. Также мне нравится брусника, клюква. И вот здесь еще вишня. Вишня тоже нравится. Вишня чуть розовее получается цвет. То есть можно отличить визуально. Ягоды дают определенный оттенок. Ну что ж, Аня, спасибо тебе огромное за то, что этим утром побывала в нашей студии. С таким потрясающим рассказом. Самое главное, принесла все это к нам. Показала. Друзья, это просто что-то невероятное. Невозможно отличить от оригинала, от живых цветов. Ну и здорово, что у нас есть такие мастерицы в лице тебя. И что ты это несешь дальше и учишь других. Да, мы еще благотворительностью занимаемся. И в этом году обычно мы в детский дом ездили. И в этом году мы решили посетить дом престарелых. Очень был такой сложный для нас этап. Потому что 307 зефирных елочек. То есть мы на Новый год не особо популярны цветы. Мы придумали свою линейку, которая там. У нас и снеговички, и елочки. Это тоже очень вкусно. И какие-то такие новогодние вкусы. В общем, там я не особо беру черную смородину. Мы там и лимон, имбирь делаем. И разные с корицей делаем. Ну, такие уже новогодние более вкусы. Мы сделали елочки, 307 штук. И увезли, поздравили бабушек, дедушек. Тоже порадовали. Какая реакция у них была. Очень прям радость. И кто-то плакал, и радовался, и улыбался. Они не ожидали. Ну, а мне в то же время приятно, потому что моих бабушек уже нету в живых. Что я побыла внучкой вместе с моим мужем. Внучкой, внуком для вот этих пожилых людей. Большое счастье. Здорово, что они оказались незабыты в преддверии такого волшебного праздника. Да, вот так вот удалось их поздравить. Что ж, пришло время прощаться. Помните, то, что дает нам положительный заряд, обычно находится совсем рядом и не требует денежных вложений. Теплое объятие, пара добрых слов, простое человеческое внимание и даже улыбка случайному прохожему на улице. Надеемся, что у вас будет самый замечательный день. Расстаемся ненадолго. Увидимся завтра на телеканале «Россия-1». Пока!